Этот доклад посвящен разработке приложения с графическим интерфейсом. Он будет состоять из четырех частей. Сначала мы с вами поговорим о том, как устроен интерфейс с UFS. Затем о принципах навигации приложения с UFS поговорим. Потом будет часть мастер-класса. Мы будем писать приложение, реализовывать разные элементы интерфейса. Но в конце немножко рекомендация в построении интерфейса для приложения с UFS. Обзор интерфейса. Ну, этот слайд я вам вчера уже показывал, тем не менее я его повторю. Дизайн интерфейса с UFS устроен таким образом, чтобы управление приложениями и самой операционной системой происходило без каких-либо сложностей. По возможности одним большим пальцем. Есть простые жесты, это в основном свайпы. Ну и взаимодействовать можно со всем экраном. То есть свайпы зачастую можно проводить из любой точки экрана. Ну, точнее говоря так, либо из центра, это одни свайпы, либо с краев, это другие свайпы. Реальная многозадачность, это тоже на самом деле задача интерфейса, чтобы можно было с запущенными приложениями удобно управлять. Атмосферы, это настроение устройства, которые управляют и внешним видом, и поведением, и звуками. Ну и для приложения доступен весь экран, я вам покажу, как это выглядит. Есть четыре важных экрана, которые у вас доступны в системе. Один из них это экран блокировки. Вот этот экран, пожалуй, больше всего похож на дурке популярной мобильной операционной системы. Экран блокировки содержит основную информацию, время, пропущенные уведомления, ну и какая-то другая информация о статусе. Чтобы уйти с экрана блокировки, нужно пройти влево или вправо. Я покажу, как это работает. Домашний экран. Ну, на домашнем экране вы, наверное, привыкли выйти в какие-нибудь ручки, там, может быть, виджеты. Здесь на домашнем экране отображается запущенное приложение. Они отображаются в виде таких миниатюрок, которые называются обложки, по-английски covers. Эти обложки не функциональны на самом деле. Они могут динамически изменяться, отображая статус приложения. И мало того, на них можно размещать элементы управления приложением. Но мы с вами про обложки подробно поговорим, даже научим все их делать. Лента событий. Это еще один экран, который содержит всю текущую информацию о каких-то событиях, уведомлениях от приложений. Например, если у вас подключен какой-то мессенджер, то уведомления о сообщениях будут сюда попадать. Кроме того, с экрана следы событий, если провести сверху экрана, у вас появится такой экранчик с быстрыми жестами. Там можно быстро включить, отключить Wi-Fi. Сделать ссылки, то, что там есть. Сетка приложений. Это экран, на котором отображаются все установленные приложения, для которых есть файл десктопа. Их отсюда можно запускать, их можно переупорядочить, можно создавать группы, в смысле директории. Можно отсюда же их удалить. Доступно это сетка приложений ото все. Тут достаточно сделать свайп снизу экрана на верх. Верхний меню. Если вы проведете, наоборот, сверху экрана вниз, у вас появится менюшка, которая позволит заблокировать или выключить смартфон, ну и также выбрать тему. В смысле атмосферу. Сами по себе атмосферы. Ну, я сейчас про них просто чуть подробнее расскажу. Вот здесь есть набор предустановленных атмосфер в количестве пяти штук. Они изменяют и цвета, и внешний вид устройства. В смысле картинки, заставки и звуки. Самое интересное, как атмосферы создаются. Я вам сейчас прям вживую покажу. Вот у меня устройство. Хотим создать атмосферу. Что я сделаю? Ну, давайте создадим атмосферу из какой-нибудь картинки. Анекдот в том, что атмосферу можно создать из одного изображения. Так, а у меня... Не-не-не, я не хочу себе. Я хочу наоборот. Вот. Давайте мы вас сейчас сфотографируем. Так. Опа. У нас есть фотография. Смотрите. Я эту фотографию могу открыть в галерее. Так. Вот она фотография. И вот если вот так вот сделаем, создать атмосферу. Опа. И у меня... Смотрите, что произошло. Во-первых, картинка попала на фон устройства. Во-вторых, система автоматически подстроила все цвета интерфейса, так, чтобы они хорошо сочетались с этой фотографией. То есть, всю атмосферу можно создать из одной картинки. Отдельно можно настроить звуки и скрипты, связанные с этой атмосферой. Но если вы любите создавать различное графическое оформление устройства, оно здесь делается буквально моментально. Цвета можно настроить под себя, если очень хочется. Но те, которые генерируют систему, уже очень удобны. Так. Дальше. О принципах навигации в приложениях. Ну, здесь на самом деле есть три буквально основных принципа. То есть, есть такая штука, называется присоединен страницам. Мы их научимся делать. Для чего ее полезно использовать? Есть два основных юзкейса. Первый юзкейс – это показывать какую-то дополнительную информацию об элементах в списках. Кликайте по элементу, получаете содержание, связанное с этим элементом. Получается еще одна страница. Вернувшись назад, вы возвращаетесь в список. Либо получать доступ к каким-то действиям, связанным с элементом. Например, вот у вас есть фотография, развернутая на весь экран. Мы хотим с этой фотографией что-то сделать. Кликнули по ней. Добавилась еще одна страница, на которой помимо этой фотографии находятся основные элементы взаимодействия с этой фотографией. И еще одна вещь, которая в Selfish'е, ну можно сказать, уникально реализована. Называется вытягиваем меню. Они бывают верхние и нижние. Мы с ними тоже подробно поработаем. Но суть такая, что вы одним пальцем вытягиваете меню и сможете выбрать любой элемент, его не кликая по этим отдельным элементам. Ну и еще одна вещь, связанная с диалогами. Здесь я хочу обратить внимание вот на что. Когда вы реализуете диалоги, например, в Android или в iOS, вы обычно делаете что? Вы делаете диалоги и кнопочки. Подтвердить и отменить. Здесь вместо кнопочек используется хедер, на который также можно кликать, как на кнопочке. Но фишка в другом. Фишка в том, что подтвердить и отменить можно свайпами. Сделали свайп с левого края, у вас произошел подтвердить. Сделали, то есть справа края. Сделали свайп слева направо, у вас отмена. То есть диалоги также заточены, как и все остальные элементы, под управление жестами. Давайте я вам, наверное, покажу, как работает все это. Для этого я сделал вот что. Здесь на устройстве есть стандартное приложение, называется руководство, которое показывает основные принципы взаимодействия с устройством. Узнать, как пользоваться вашим йогом. Оно запускается первый раз при старте устройства всегда, а потом его можно вызвать по желанию. Вот экран блокировки. Чтобы с него уйти, можно провести влево или вправо. Я провожу, ну, например, вправо. А, вот, говоря, давайте вот так. Вот, вправо. В районе. С экрана блокировки мы попадаем на домашний экран, на котором показаны все запущенные приложения. С домашнего экрана можно уйти в точности также свайпами от края экрана. Ушли, попадаем на экран событий. Здесь отображаются все текущие события, новости. И вот сверху отображается информация по тому. Уйти с экрана событий можно также свайпом с края экрана. Двигаемся дальше. Сетка приложений. Она всегда доступна, если провести снизу вверх. Здесь все запущенные приложения. Их можно перегруппировать. Вернуться из сетки приложений можно провести сверху вниз. Так. Здесь нам предлагают, что сделать. Вот оно свернуто приложение. Я на него нажимаю. На обложку разворачивается. Приложение на весь экран. Провожу влево или вправо. Давайте вот здесь я вам покажу, как работает. Как можно посмотреть информацию об устройстве, когда у вас приложение. А все приложения я развел на весь экран. Я вот провожу не до конца. Чуть-чуть. И у меня сверху, то есть у меня получается домашний экран. И сверху видна вся информация. Время, уровень сигнала, уровень заряда. Если я до конца не провел отпусками, у меня обратно развернется приложение. Если я проведу до конца, я вернусь на домашний экран. Так, дальше. Дальше нам покажут, как поработать с присоединенными страницами. Вернуться туда-сюда. Вот появился присоединен страница, в которой содержится дополнительная информация о контенте. И если есть вот такая вот точка наверху, это значит, что мы можем вернуться назад. Чтобы вернуться назад, нужно сделать с вами. С края экрана. То есть не с края экрана, а с середины экрана. Раз. Все, мы вернулись назад. То есть если есть точка слева, это делайте свайп слева направо, вернулись назад. Если есть точка справа, делайте свайп справа налево, переходите на следующую страницу. Сейчас нам покажут, что такое вытягиваемый меню. Ну, в частности, оно реализовано в приложении ВКонтакте. Приложении ВКонтакте. И позволяет здесь сделать звонки. Вот здесь показывают, как оно работает. То есть смотрите, проводите большим пальцем, например, ну вот он здесь вот так. И выбирайте какой-то элемент. То есть здесь на самом деле вытягивать меню можно пользоваться двумя способами. Либо резко провести, и появится все в меню, тогда можно будет выбрать отдельный элемент. Либо вытягивать постепенно. И тогда фокус будет переходить с одного элемента на другой. И тот элемент, на котором вы отпустите фокус, тот и будет круто. Это очень удобный вариант для управления одним пальцем, потому что не нужно его перемещать на конкретный элемент. Ну, еще один способ использования вытягиваемых меню, в данном случае верхнего и нижнего, это при ответе на звонок. Вот так выглядит входящий звонок. Нам предлагают ответить. Провел сверху вниз, ответь. Провел снизу вверх, отклонил. Ну, в общем-то, вот они основные элементы, которые показываются новым пользователям. А дальше мы с вами попробуем что-то делать уже. Так, какие есть вопросы? Ну ладно. Дальше давайте попробуем что-то сделать. Значит, смотрите, у вас должен будет быть выкачан проект. Так, вот этот, вот этот, вот этот. WeExample. У нас времени осталось всего ничего, да? Ну, давайте попробуем с ним. Значит, WeExample. Нам с вами нужно поработать с ним. Что надо для этого сделать? Для этого... Для этого, для этого. Так, я вот этот проект закрою. А WeExample открою. Для этого я его скопирую. Вот сюда его пока скопирую. Ну, вы его скопируете в папку со своим проектом. У меня проект вот здесь вот, ребята. Вот так вот сделаем. Вот это ровно тот же проект, который вы у себя распаковали. Значит, чтобы открыть проект, нужно указать... Так, значит, открыть файл на проект. Нужно указать путь к профайлу. То есть к файлу с расширением профайл. При открытии проекта нас спросят, под какие архитектуры нам нужно собирать проект. Но сейчас мы с вами будем работать с эмулятором, поэтому нам понадобится архитектура X86. Настроим. Так, тут лишнее я позакрываю. Вот у нас открылся проект. Это уже заготовочка некоторая. Давайте мы с вами попробуем ее собрать под эмулятор. Так, сверху нет. Значит, должен быть выбран эмулятор архитектуры X86 и деплой SRP MPH. Давайте попробуем собрать, посмотрим, что там есть. Ну вот, запустилось пустое окно и должна быть пустая обложка. Если так произошло, то все хорошо. Пустое окно, пустое обложка, дальше мы с ним будем чертить. А если нет... А что происходит? Падает. Вы example, пример, он not found. Хотя он лежит в папке. Да. Да, значит, делайте с ним... Мак... Мак? Да нет, вот какие-то, ребят. Мак. 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 Тоже мак. Садим. Значит, смотрите, пробуем следующее. Выбираем deploy by copying binaries. Прожима каем, запустили. Copying binaries 192. Он берет просто, собирает бинарники, берет файлы кумейл из проекта и копирует их куда надо. И там запускает. Помогло? Да. Ну ладно. У меня тоже пока будет выбран copy and binaries. Так, ладно. Тогда давайте поговорим немножко о том, что здесь вообще происходит. Как устроены вообще куми-приложения для сауфишуэрис? Ну, они состоят из двух частей. Первая часть – это декларативное описание интерфейса с помощью языка QML, который мы с вами сегодня освоим. И есть статижная часть. Для чего нужен QML? Ну, во-первых, из чего он состоит? Он состоит из стандартного модуля Qt-Qt, который идет в поставке с Qt. Но, кроме того, есть модуль Cilica – это специальный QML-модуль, который разработан для сауфишуэрис. И про него чуть подробнее скажу. Кроме того, с помощью QML можно получать доступ к экстрам API-устройства. Например, можно работать с сенсорами. Можно работать с позиционированием. Это все можно делать просто из QML, даже не вникая в нативную разработку. Также QML поддерживает. У Qt есть свой движок JavaScript, поэтому разрабатывая на QML можно писать скрипты на JavaScript. Но, конечно, некоторые вещи нужно делать с помощью нативной разработки на Qt C++. Во-первых, чтобы запустить QML-файл, нужно написать небольшую оберточку, которая его запускает. Во-вторых, если вам нужен нескорый доступ к копии, используйте нативную часть, там гораздо больше и доступны. Ну и тяжелые вычисления, связанные с какой-то серьезной логикой, тоже лучше делать с помощью нативного кода, потому что он просто быстрее работает. Новое приложение мы с вами уже научились создавать. Вот таким вот образом будет создан шаблончик приложения. Но я хочу обратить внимание вот на что. При поставке вместе с SDK идет замечательный пример, называется Silica Components Gallery, который можно запустить из примеров. В нем есть очень много примеров элементов интерфейса. То есть вы просто запустите этот пример, посмотрите, что там есть. И если вам что-то откуда понадобится, откройте исходник и посмотрите, как там реализовано. И вот я не люблю говорить, скопипастите, перенесете опыт разработки в свое приложение. Так, значит, еще раз. Сулфиш в Silica Component Gallery находится в примерах. В IDE доступно. Как же нам запустить кумер в приложение? Вот самая простейшая точка входа в приложение выглядит вот так. Это funmaincpp. Подключаем selfish-up в заголовок и вызываем просто такую команду. Она запустит в EU-шку для кумел файл, в которую будет загружен вот такой файл. Кумел. Имя проекта. Кумел. Ну, зависит от того, как вы назвали свой проект. Там в примере, который есть, используется вот такая же вещь, только она немножко нагружена. Или нет? Ну, вот так же он будет запускать. Что такое кумел модуль Silica? Зачем он нужен? Ну, во-первых, это набор компонентов для того, чтобы построить интерфейс пользователя. Причем построить его так, чтобы он выглядел нативно для платформы Selfish. Он выглядел привычный элемент и выглядит так, как они ожидаются выглядеть для платформы Selfish. Мало того, они ведут себя так же. То есть, благодаря Silica есть обработка всех жестов, которые предусмотрены платформой. Ну, и по Silica есть подробная документация. Если вы в указателе, вот здесь вот справка, указатель, вот здесь, если выбран, ведете Silica. Что там? Кумел Тайпс. Здесь будут все элементы, которые предоставляет Silica. Некоторые из них мы с вами сегодня рассмотрим подробно. Ну, а дальше уже код на Кумы. Смотрите. Это код Application Window. То есть, по сути, основного email фана, который должен быть загружен. Как он устроен? Строка Import указывает то, какие нам нужно подключить внешние библиотеки. В данном случае мы подключаем Silica. Application Window – это объект, который содержится в Silica. Мы говорим, что нужно создать объект Application Window, у которого нужно указать такие параметры. ID – это для того, чтобы можно было к этому объекту потом обращаться. А Load Orientations – это те ориентации экрана, которые доступны будут для вашего приложения. Init Page – это та страница, которую нужно загрузить при загрузке приложения. У нас указана пустая страница. Но у нас пустая страница и загружается. Cover – это та обложка, которую нужно будет использовать. У нас указана пустая обложка, она пустая сейчас в месте. Немножко об ориентациях подробнее. То есть есть, во-первых, четыре ориентации. Это портретно-альбомная, перевернутая портретно, которую не рекомендуется использовать для смартфонов. И перевернутая альбомная. Также есть маски ориентаций. Соответственно, есть портрет-маск, которая сочетает обе портреты ориентации. Есть Landscape-маск, которая сочетает обе альбомные ориентации. И есть маска, которая сочетает все возможные ориентации. Ну и давайте мы с вами, наверное, к коду перейдем. То есть, я открываю папочку QML. Здесь лежит мой экзамбл QML. И вот он, код. Он немножко более наворочен, чем тот, который был на слайде. Но просто здесь я некоторые вещи закомментировал. Мы будем, по ходу дела, раскомментировать. Вот оно, наше приложение, которое запускает пустую страницу и использует пустую обложку. Здесь я, помимо импорта Cilica, делаю импорт Qt Quick 2.2. Он нам понадобится немножко позже для этого объекта Connections. Кроме того, я здесь делаю импорт Pages и импорт Cover. Это делается для того, чтобы все файлики, которые были внутри директории Pages и внутри директории Cover, были видны. То есть, если мне нужно подключить директорию, это делается вот таким образом. Так. Теперь давайте сделаем вот что. Давайте попробуем с вами поработать со страницами. То есть, приложение состоит из страниц. Каждая страница — это отдельный объект. Давайте посмотрим, что можно делать на странице. Я вот эту строчку удаляю с пустой страницы, а следующую строчку располагаю. Здесь будет вот такая Flickable Page. Я наведу на нее курсор, нажму F2 и окажусь на этой Flickable Page. Если что, она доступна вот здесь. В папке Pages здесь есть Flickable Page. Что на ней есть? Значит, что на странице можно размещать? Здесь вот некоторые стандартные компоновки страницы. Силико Flickable — это элемент, который может обладать контентом, который можно перетаскивать. Ну, на самом деле, это стандартная ситуация, когда у вас на странице размещается контента больше, чем, в принципе, отображается. Все это делается с помощью элементов Flickable, но поверх них есть оберки, которые позволяют быстро строить списки или сетки. Давайте просто по строчкам подвергся. Anchors Field — это свойство, которое говорит о том, что вот этот вот объект Flickable, он должен заполнить всю страницу. Parent — это внешний объект, то есть как раз Page. Content Height — это высота контента. Ну, для того, чтобы наглядно показать, как все это работает, я сказал, что высота контента должна быть в полтора раза больше, чем высота страниц. Тогда мы увидим, что можно что-то строить. Calm — это объект, который свои дочерние объекты упорядочат столбик. Здесь я указал его ширину, чтобы он вписывался по ширине как раз в страницу. Ну, точнее говоря, он будет вписываться в приложение, но размеры страницы, они соответствуют размерам приложения. PageHeader — это специальный объект, который правильно формирует заголовок страницы, так как он должен быть сформирован для SunPishOS. Здесь заголовок страницы, а вот здесь есть такая магия QST. Зачем это добавлено? Это добавлено как раз для того, чтобы вот эту строчку можно было перевести. Если вы строчку вернете вот в такую функцию PST, тогда утилита для составления переводов будет из строчки видеть и добавлять маленьких переводов. Vertical Scrum Decorator — это элемент, который будет показывать ползунок вертикальный, который будет отображать, где вы на странице сейчас находитесь и вообще какую область вы имеете. Значит, смотрите, у нас с вами сейчас будет подключаться кликабл пейдж. Давайте попробуем посмотреть, что из этого будет. Так. Вот оно запустилось, вот отображается кликабл пейдж, и я ее могу перетаскивать. Вот он как раз вся суть кликабл пейджа. Есть у нас ползунок и воркутчер паспорт. Так. Дальше поработаем вот с чем. Так, презентаж пройдусь вперед. Дальше поработаем с тем, как управлять страницами. Вообще, структура страниц для приложения SoFi.js основана на стеке. У вас есть стек страниц, в которые можно добавлять элементы, можно элементы из него извлекать, можно верхний элемент менять. Давайте с вами попробуем поработать со стеком страниц. Для этого удаляем кликабл пейдж и добавляем стек ватч. Это страничка, на которой есть вот такая вот заготовочка. Что она делает? Значит, смотрите, мы создаем страницу, на которой будет набор кнопочек у порядочных столбецов. Значит, первая кнопочка. Текст, это что на кнопочке выведено. Anchors Horizontal Center, это где ее отцентровать. Говорим, что отцентровать по центру родителя. On Clicked, это сигнал. Сигнал называется Clicked, а он Clicked, это обработчик сигнала. И мы говорим следующее, что в пейдж стек нужно положить страничку. Причем, смотри, что я делаю. Я стек страниц, генерирую и кладу такую же страницу стек в пейдж. То есть у нас будет сейчас набираться стек из одинаковых страниц. Интересно, что у меня в пейдж-хеддере есть вот такая вот вещь, называется глубина стека страниц. И вот это вот двоеточие, оно не означает присваивание. Оно означает, так называемый, биндинг. То есть связку. У вас при изменении любой, любого из, любой из переменных, которые входят в вот это выражение справа, будет изменяться тайтл. То есть в данном случае у нас будет изменяться глубина стека страниц, когда мы будем добавлять туда новые страницы. И автоматически будет изменяться заголовная страница. Давайте попробуем запустить такую штуку. Для этого я останавливаю то, что там работает. И запускаю. Вот, запустилась страничка, можно делать пуш-пейдж. И смотрите, автоматически меняется заголовок, куда извне глубину, как строится. Можно делать пункт-пейдж. Вот пункт-пейдж, оно тоже основано на свойстве биндинга. Кнопочка активна, тогда и только тогда, когда в стеке страниц что-то есть. И вот получается, что когда мы пришли на нулевую страницу, у нас кнопочка не активна. Хорошо. Но также стек страниц управляют присоединенными страницами. Это страницы, которые можно добавлять в стек, их можно присоединить к другим страницам. И они будут находиться в стеке выше текущей страницы. К ним можно будет переходить наверх. Это можно делать с помощью вот таких вот команд. Пуш-а-течит, и это добавляет присоединенную страницу, а потом navigate-forward, navigate-back позволяет переходить от одной страницы к другому. Давайте мы с вами вот что делаем. Раскомментируем вот эти вот кнопочки. Так, как раскомментировать? Выделяете нужные строки, нажимаете Ctrl и нажимаете Slash. Он раскомментирует сразу несколько строк. Также комментировать. Выделяете пикет строки, зажимаете Ctrl, называете Slash, и он комментирует. Так. Давайте немножко поиграемся с присоединенными страницами. Смотрите, сюда добавились кнопочки. Вот я могу путь пейдж сделать, могу attach page. Смотрите, когда я сделаю attach page, появился кружочек справа. Это означает, что я могу перейти вправо. Как я туда могу перейти? Я могу сделать либо свайп, и тогда перейду на следующий строк. Можно еще одну свайп, и тогда снова перейду на следующий строк. Либо использовать кнопочку на лице. Аналогично могу использовать кнопочку previous, смогу делать свайп слева направо. Вот оно управление стедом. Что тут интересного есть? А как по-вашему, куда я вернусь, если сейчас делаю pop-page? А почему так? А потому что push-page и pop-page, они присоединенные страницы, все присоединенные страницы берут, и вместе с той страницей, которую мы в стек клали с помощью push-page, извлекают этот стек. То есть вот, если вы делали push-page, присоединяли к ней какую-то страницу, то pop-page извлечет все это из стек. То есть присоединен страницей вместе с той страницей, которую они присоединены, будут цель по-возвлечению. Поэтому вот смотрите, если я сейчас делаю push-page, добавляю к ней пятую страницу, и делаю pop-page, чтобы не извлекать, ой, то есть делаю еще раз пучку. Ну давайте вот посмотрим. Значит, четвертая push, пятая attach, делаю pop, извлекаются четвертая и пятая. Вот для страха. Так устроен стек страниц. Теперь давайте посмотрим, как можно сформировать элементики, как их можно упорядочить. Почему тут у нас тек тогда растет, когда мы оттач делали? А потому что оттач страницы, они тоже в стек помещаются. То есть они в стеке есть. И, соответственно, Navigate Backward и Navigate Forward, они с ними работают ровно так же, как со стеком. Переключают тему страницы. Так. А вообще, как по-вашему, какая наиболее распространена компоновка элементов приложения? Список. Да, это правда. То есть, как правило, приложение это список элементов. Ну, по крайней мере, хотя бы одна страница там такая есть. Обычно это страница не будет. Давайте мы с вами посмотрим, как можно организовать список с помощью Cine. Так, для этого делаем следующее. Вот я в 2Example удаляю StackPage и раскомментирую ListPage. Так, значит, перехожу сюда, нажимаю F2. И вот у меня код, который генерирует страницу со списком. Здесь уже много знакомого. Единственное, что я использую лимитик Cine.ListPu, это элемент, который позволяет отобразить список. У него есть свойство header, которое говорит, что же должно находиться над всеми элементами. И вот это свойство header я размещаю в PageHeader. То есть, заголовок страницы, он будет над всеми элементами. И здесь есть два важных свойства. Во-первых, свойство model. Это такое разнородное свойство, которое говорит о том, что должно в этом списке содержаться. В данном случае я использую самый простой вариант свойства model. Я говорю, сколько в нем должно быть элементов. 100 элементов. В этом списке будет 100 элементов. А вот свойство delegate говорит о том, как эти элементы должны отображаться. Для того, чтобы их отображать, я использую также предоставляемый умел элемент с listItem. И в нем буду размещать текст, меточку. И смотрите. Меточка у нас будет содержать текст с индексом элементов. То есть, вот когда у меня модул используется как количество элементов, тогда можно использовать вот такое вот свойство в делегате. ModelIndex. Это индекс элемента. В данном случае у нас будут от 0 до 99. Но отображать мы будем от единички до 100. Здесь я центрирую метку посредине элемента списка. А здесь важный момент. Есть гадлайн, про который я скажу потом. Но если мы вот этого не напишем, у нас текст всех меток будет идти сразу с левого края. Это не очень здорово. То есть, потому что будет притык экрана. Нужно делать некоторых подступ. Есть стандартные величины, которые используются элементами self-fish. Они содержатся в элементе theme. И вот здесь мы будем использовать горизонтальный отступ от края экрана. И также будем использовать цвет. Если у нас элемент list item подсвечен, ну то есть, например, на него нажали, тогда у нас метка должна быть цвета highlight color. Если не подсвечен, тогда метка должна быть цвета primary color. И здесь снова мы используем свойство бинтинга. У нас цвет будет меняться в зависимости от этого поля, в котором будем энергетически измеряться. Ну давайте попробуем собрать, посмотреть, что нужно. Я здесь также добавляю vertical scroll decorator, чтобы было видно, где в этом списке мы находимся. Так, а я тут отыкнул. Вот список. Смотрите, вот он список элементов. Если его начать прокручивать, справа появляется такая панель, которая позволяет быстро перейти к началу списка или к концу списка. Вот они наши элементики. Если я нажимаю, элемент стоит подсвеченным, у нас цвет метки изменяется. Это происходит с помощью. Так, а теперь давайте что сделаем? Давайте попробуем соединить наши знания о стеке страниц и об организации списков так, чтобы сделать меню. Попробуем сделать меню, чтобы нам не надо было раскомментировать, закомментировать какие-то страницы. А у нас все страницы будут размещаться в этом меню, мы просто кликаем по нужным элементам будем переходить на интересующую у нас страницу. Значит, что я делаю? Я удаляю list page и раскомментирую main page. Как устроена main page? Это список. То есть я наверх кладу silica list в меню. у которого модель будет устроена таким образом. Модель будет основана на элементе list model. Это элемент, который позволяет организовать список из элементиков list element. А list element позволяет перечислять произвольные поля, какие вам захотят, какие вам будут угодны. Здесь я к каждому элементу добавляю следующие поля. Это имя. Это то имя, которое будем отображать в списке. Page – это ту страницу, которую нужно будет загрузить. И category. Это... Ну, это какой категории нужно отнести эту страницу? Здесь. Как устроен делегат? Смотрите. В делегате я использую свойства model name. И с помощью model name я отображаю текст. Имя страницы. И при клике на list item, событие клик, обработчик, он клик, делаем следующее. Мы в page stack, в stack страниц, добавляем страничку. Model page. То есть имя страницы. Например, page stack. с расширением QML. То есть у нас при клике на элемент page stack будет добавлена страница stackpage.qml. И отдельно хочу обратить внимание на поле section объекта silica list view. Оно позволяет категоризовать элементы по секциям. Я здесь говорю, что нам для имени секции нужно использовать свойства category. То есть вот. Это свойство, которое известает этого. Критерии. Ну здесь можно использовать, например, кейл. Ну в данном случае мы будем использовать целиком название категории. А делегейт это то, как мы отображать будем название раздела. Ну, будем использовать стандартный элемент section header, который будет вставлять название секции. И давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, опять я туда нажал. Вот. У нас сформировалась вот такая вот страничка, на которой есть две категории stack и views. Stack открывает страницу page stack. Ну, хочу обратить внимание, что здесь уже сразу глубина стека 2, потому что мы добавили еще одну страницу поверх странички на view. и вот здесь можно играться с этими страницами. И силика флика был. Вот наша самая первая страничка, которую мы сделали. Вот силика лист. Они все добавляются в стейк, и, соответственно, переходить обратно можно либо свайпом, либо нажать им вот на эту точечку. У нас получилось некоторое меню. Это заготовочка. С ней можно работать дальше. Давайте с ней поработаем дальше. Дальше сразу посмотрим, какие еще способы отображения элементов есть. Ну, я раскомментирую сразу два. Это будет у нас... Так, значит, смотри. Я сейчас нахожусь в файле mainpage.com. Давайте раскомментируем сразу silica.gridview и silica.slideshow. Это еще два способа организации элементов. Gridview организует их в сеточку, slideshow view. Ну, покажу, как она их организует. Давайте запустим, посмотрим, что там происходит. Значит, смотрите. Когда вы нажимаете зеленую кнопочку, у вас происходит и сборка проекта, и запуск. Когда вы нажимаете вот на эту зеленую кнопочку с жужком, у вас происходит оттатка проекта. То есть сборка и запуск отжима оттатки. Так, вот у нас есть silica.gridview. Это мы элементы в виде сетки упорядочены. Silica.slideshow view это вот такой вот способ упорядочения элементов в виде просмотра слайдов. Ну, например, если вы работаете с каким-нибудь приложением в галерее, которое показывает картинки на весь экран, очень удобно используют слайдшоу view, чтобы он просто позволяет их пролистывать. Ну, я хочу один остановиться на silica grid. Потому что, смотрите, здесь у нас как произошло упорядоченный элемент. Они упорядочены вот в таком порядке, по строчкам. Заполнили строчку, перешли на но. Этот порядок можно менять. Давайте откроем вот здесь вот grid page и сделаем следующее. Во-первых, отключим хедер, потому что сейчас у нас хедер будет не очень хорошо работать. А во-вторых, раскомментируем вот эти две строчки. Ну, собственно, vertical score decorator нам теперь не понадобится, а вот горизонтов score decorator понадобится. Значит, я изменил flow. Flow — это способ заполнения вот этой вот сетки. По умолчанию, flow — это left-to-right. То есть мы заполняем ее слева на правой элементе. А если включить flow top-to-gotten, то у нас элементы будут заполняться сверху вниз, столбик кончился, переходим к новому столбу. И, соответственно, прокрутка у нас теперь станет не вертикальной, а горизонтальной. Давайте попробуем отсюда. Так, вот здесь я все останавливаю, что работало. И запускаю запустили. Так, вот, смотрите, у нас теперь элементики стали вот в таком порядке. Сверху вниз заполняться. И, соответственно, прокрутка происходит слева направо, справа налево. То есть по горизонту. Какие есть отличия grid view от list view? Ну, я также использую модуль, который говорит о том, что нужно 100 элементов. Но здесь есть еще свойства, которые определяют ширину и высоту ячеек. Я говорю, что у меня ширина ячейки должна быть ширина страницы делена на 4, то есть как раз 4 ячейки пишутся. А вот в той ячейке делаю такое же, как ширина ячейки. Ну, а делегат это у меня метка, которой, говорю, что она должна быть вписана в ячейку, а текст должен быть отцентрирован и по вертикали, и по горизонтали в этой метке. Так, ну и давайте быстренько покажу, как устроен слайд show page. Она устроена практически так же. То есть я указываю модель, указываю, как должен быть делегат. После этого автоматически будет сделан объект для слайд-шоу. Давайте перейдем к следующей вьюшке, которая не способ организации элементов, но тоже вьюшка. Значит, я открываю main page . Вот это тот палик. И здесь WebView. WebView это предоставляемый кьютом элемент для отображения веб-страниц. У нас WebView будет устроен следующим образом. Silica WebView это элемент непосредственно вьюшки, которому передается адрес страницы, который нужно открыть. И я сделаю так, чтобы этот адрес можно было ввести и изменить. То есть вот текстовое поле, которое изначально содержит тоже URL, но туда можно будет ввести другой адрес. И при нажатии клавиши Enter будет происходить следующее. Адрес текст этого текстового поля будет передаваться в WebView и фокус будет с этого поля выходить. Я уже запустил, давайте посмотрим, что здесь вышло. Вот Silica WebView открывается страничка. Вот она страничка, ее можно смотреть, тут можно кликать по ссылкам. Это полноценный WebView. по сути у нас получился такой мини-браузер. Здесь можно ввести другой адрес. А, может надо бы ему указать КПТП? Даже совсем простой браузер. Вон, открыл сайт и находится. В общем, WebView, которая работает, с которой можно взаимодействовать. В более новой версии Qt доступна более продвижная WebView. Пока она для санкеша не доступна, но в скором времени должна стать. Так, давайте дальше двигаться. Что? А потому что, наверное, вот здесь не указана ширина лейбл. Здесь надо указать и вот так не будет прописаться. То есть я вот на полу такую строчку. Так, ладно, давайте смотреть, что дальше. Дальше поработаем как раз с Энкутом. Посмотрим, как можно вводить текст, что с этим воробьет. Я сейчас по презентажам продвинулась до кутки дошли. вот как раз до сюда. Так, инпуты. Это я раскомментировал вот этот элемент где текст и пейдж и давайте я его здесь открою. Инпуты, инпуты, инпуты. Значит, ну, есть два способа ввода текста. Это TextField поле, которое позволяет вводить однострочный текст. TextArea это поле, которое позволяет вводить многострочный текст. Что здесь есть интересного? Есть такие свойства, как Placeholder Text и Label. Placeholder Text это текст, который отображается когда поле пустое. Ну, этот текст отображается на месте ввода текста. Label это текст, который отображается когда поле Он отображается под полем для ввода текста. И здесь есть еще некоторая хитрость. Когда вы работаете с текстовыми полями, вы можете переопределять поведение клавиши Enter на клавиатуре. Вы можете делать, во-первых, когда у вас клавиша Enter функциональна, когда она активна. В данном случае она активна будет, когда длина поля хотя бы 1, то есть поле не пустое. Во-вторых, вы можете переопределять даже вид клавиши Enter. Вот здесь вот я использую такую картинку стандартную, которая говорит, а давайте-ка мы перейдем дальше. А в-третьих, можно переопределять поведение клавиши. Что происходит при нажатии на клавишу? Я говорю, а давайте-ка мы фокус сместим в поле для ввода текста на Text Area. Ну, здесь в исходниках тоже самое происходит. И давайте я, наверное, сразу раскомментирую вот эти вот две вещи. Они тесно связаны. С полями для ввода. Валидатор. Это элемент, который проверяет корректность того, что вы туда ввели. Мало того, он ограничивает возможность для ввода. Например, если я добавляю Double Validator, это элемент, который, во-первых, проверяет, что введены только цифры знак минус и знак гистичного разделения. Можно ему указать минимальное и максимальное значение количества отображаемых знаков после запятой. Тогда, если у вас минимум или максимум перейти, он будет отображать красным и считать, что поле за полем некорректно. А во-вторых, есть вот такая вот еще штучка, называется подсказки для ввода. Ну, в данном случае я выбрал вот такую подсказку, что она делает. Она клавиатуру делает специальной цифровой. То есть, если я говорю Numbers Only, у меня клавиатура изменяется с клавиатуры буквенной на цифровую, чтобы можно было вводить только цепь, и это можно было делать удобнее, чем с буквенной клавиатурой. Давайте посмотрим, что произойдет, если все это раскомментировать и запустить. Так, вот у нас текст Input появился. Смотрите, поле красное, потому что оно пустое, а валидатор ожидает, что здесь что-то будет. С помощью Input Method Hints клавиатура заменяется вот на такую. Клавиша Enter неактивна, потому что Enter у нас активен, когда это поле не пустое. Вот здесь Enter Key Enabled, переопределён, что длина текста должна быть больше нуля. Если я сюда что-нибудь введу, Enter Key становится наступным. И смотрите, иконка у него нестандартная, иконка говорит, что нужно перейти дальше. Я нажимаю на Enter Key и перехожу в следующее поле, потому что я при нажатии на Enter Key, потому что фокус нужно перевести в текст Ария. Вот он, ID, чтобы текст Ария указан, вот они на 0. Что еще здесь можно сделать хитрого? Можно попытаться поводить буквы, они не будут вводиться, потому что валидатор... Ой, ой, я поводил. Так, потому что валидатор запрещает вводить буквы. Можно попытаться ввести 12, и у вас тогда поле не будет валидно, потому что валидатор считает, что максимум должен быть 10. Можно попытаться ввести минус 1, все хорошо, минус 0, 0. Можно попытаться ввести, ну, минус 0, вот так вот, 24, хорошо. Но больше двух знаков после запятой не позволит ввести, потому что у нас указан максимально точно знаков после запятой. Вот так и работать с текстовыми полями. Ну, здесь, наверное, нужно сказать отдельно, что вот эти иконки где-то надо брать. Про то, где эти иконки брать, я скажу потом. Дальше давайте поработаем с менюшками. Для того, чтобы поработать с менюшками, я раскомментирую еще несколько столб у нас в main page. Раскомментируем pull-down меню и push-up меню. Это вытягиваем меню, соответственно, сверху и снизу. Так, ребята, мы идем чуть-чуть не по времени, поэтому вам чуть-чуть задержимся. Значит, сверху и снизу два вытягиваем меню. Давайте посмотрим, как они устроены изнутри. Ну, открою push-up меню. Так, давайте pull-down меню сначала. Смотрите. Для того, чтобы воспользоваться push-up или pull-down меню, у нас должен быть какой-то прогручиваемый элемент. Это должны быть либо flickable, либо list view, либо grid. Это элементы, которые можно прогручивать. Такие элементы можно встраивать в pull-down меню и push-up меню. Встраиваются они очень просто. Нужно сказать, давайте мы сюда вставим pull-down меню. Отлично, вставим. В меню можно выбирать какие-то элементы, которые будут активны. Это menu item. И у них можно переопределять обработчик. А можно добавлять menu label. Это элементы, которые не активны. Тем не менее они встраиваются в меню и будут там отображены. Сюда можно просто текст добавлять. Вот, кстати, сюда можно написать pull-down. Очень нравится. Вот. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Так. Вот у нас здесь появилось pull-down меню, push-up меню. Ну, я выберу pull-down меню. И если я вот не сверху, не сбоку, не снизу, не слева, а со средины потащу, у меня вытащится меню. Вот оно pull-down меню. Утягиваем меню. Здесь есть опция, есть лапа. Я могу провести резко вниз. Вытащится меню и будет добавлено. Если я кликну на option, у меня сработает обработчик. Он клик и, смотрите, вот эта вот консоль look, что оно делает? Оно пишет вот сюда, в консольку, какое-то сообщение. Ну, в данном случае я в консольку пишу option click. Вот оно добавилось сюда, option click. В точности также этот элемент можно выбрать, если плавно вытащить меню. Посмотреть, когда фокус будет на этой option и отпустить. В точности также будет сгенерировано option click. Что можно делать с этим меню? У него можно менять цвет. Ну, точнее говоря, подсвет. Давайте сделаем, чтобы она была зеленой. Причем зеленым подсвечивалась не только саму вытащенную. Но зеленым подсвечивалась и вот это вот сверху такой индикатор. Когда у нас есть меню, там сверху будет такая полосочка. Чтобы она тоже была зеленой, нужно highlight color. Что делать в Excel? Это такая опция, которая работает в случае, если у вас в меню есть только один меню item, который можно выбрать. И тогда, если вы резко вытащите меню, у вас будет этот элемент автоматически выбран. Ну, это, например, то, что работает при ответе или спросе звонка. Вам не нужно выбирать отдельный элемент. Вы резко провели, и у вас ответ. Или резко провели, и у вас отбой. Ну, давайте запустим, на нем что вышло. Так, вот у нас менюшки здесь. Вот я. Она зеленая. Во-первых, она подсвечивается зеленой, но на проекторе почти не видно. А вот у вас на компьютерах она должна быть видна, а сверху зеленая полоска. Во-вторых, она сама стала зеленой. А в-третьих, если я резко проведу, у нас будет автоматический option выбран. Так. Ну, и аналогично встроен pull-down menu. То есть push-up menu. Это то же самое, только называется push-up menu и вытягивается смысл. Вот он. У нас тут красного цвета. Есть еще один вид меню. Называется контекстное меню. Это меню, которое встраивается в списки. Давайте я нюшку позакрываю. Нас интересует будет пейдж. Контекстное меню. Где тут контакт с меню? Значит, мы создаем список. И вот здесь вот в делегате определяем меню. Контекстное меню. Оно у нас здесь будет состоять из одного элемента. Этот элемент делает следующее. Он берет, смотрит, жирный шрифт или не жирный, и меняет его на противоположное. Был жирный станет не жирным, был не жирный станет жирным. Для конкретного элемента. Раскомментировали, запустили и посмотрим, что произойдет. О, осталось совсем чуть-чуть. Так. Вот оно контекстное меню. Как его вызвать? Нужно нажать на элемент и подержать. Вылезет меню. Там может быть много элементов, но в данном случае у нас один. Если я на него кликаю, оп, изменилась жирность ингредиента. Оп, изменилась еще одна. Ну давайте это вот так. Оп, поменялся экран. Так работают контексты. Так. Ну, прежде чем мы с вами поработаем с диалогами, давайте с вами поговорим об обложках. Как создавать обложки и что это такое? Обложки это то, как ваше приложение выглядит свернуто в виде на домашнем экране. Обложка, по сути, это отдельная страница, на которой можно размещать все что угодно, но только в разумных пределах, так чтобы это выглядело на гляд. Как правило, обложка состоит из какой-то информативной части. Это может быть текст или изображение, которое показывает статус. И набора действий. От нуля до двух действий. В данном случае обложка, она состоит из двух частей. Это метка. Давайте мы с вами сделаем сейчас такую хитрую обложку, которая будет рисовать имя страницы. Открытый текущий. И набор кнопочек. А в кнопочке мы добавим одну кнопочку, которая будет переходить на предыдущую страницу. Что нам для этого нужно будет провернуть? Нужно будет сделать несколько вещей. Во-первых, давайте пойдем в GUI экзампл. В GUI экзампле нам нужно вот эту стандартную обложку удалить и выбрать cover page. Это вот эта вот обложка. Вот, потом надо сделать что? Обложка эта добавилась. Теперь смотрите. Теперь нам нужно где-то хранить имя текущей на открытой странице. Мы его будем хранить в Application Window. Для этого создадим property. Property это свойства. Их можно создавать. Мы создадим строковое свойство, которое будет хранить имя текущей страницы. И создадим такой объект Connections. Это объект, который будет следить за изменениями свойства PageStack. То есть я вам говорю, что нужно следить за PageStack и при изменении глубины стэка страниц, смотрим, если глубина стала один, тогда мы запишем, что у нас текущая страница это основная. А где же мы будем менять имена всех других страниц? Мы их будем менять в Main Page, в меню. Вот здесь вот. Когда мы кликнули по элементу меню, мы в Application Window, Current PageDame запишем имя страницы, которая сейчас открыла. То есть что мы сейчас делали? Мы подключили другую обложку. Мы добавили свойства Current PageDame. Мы добавили изменение этого свойства при выборе страниц. Давайте посмотрим, что произойдет. Вот у нас открылось приложение. И сейчас на обложке написано «Mail». Но эта кнопка не работает, когда в стеке есть только одна страница. Давайте в стек что-нибудь положим. Силикофликового положим. Опа, у нас здесь стало силикофликовым. Я нажимаю на кнопочку, у нас снова будет. Смотрите. Из обложки можно управлять приложением. Это очень удобно. Особенно, когда у вас приложение какой-нибудь плеер. Вам не нужно разворачивать плеер на всю страницу. Прямо из обложки говорить. Пауза. Продолжить. Ну и давайте вот с пэчстэком поиграемся. Добавим сюда страничек. У нас здесь пэчстэк. Все-все пэчстэк. Снова пэчстэк. Опять пэчстэк. А теперь мы. То есть мы с вами целиком прошли по стеку страницы. Вот так устроены обложки. В обложки можно много всего добавлять. Вот вам сейчас Андрей будет рассказывать про то, как воспроизводить видео на устройстве. Мы проверяли. В обложке можно прям видео про его себе добавлять. Но это не очень хорошая идея. Но можно так сказать. Так. Обложечки. Дальше. А вот дальше совсем чуть-чуть осталось. Сначала про диалоги поговорим. Так. Я открываю main page. И давайте раскомментирую диалог. Значит. Что такое диалог? Ну. Это отдельная страница, по сути, которая заточена под управление действием. Обычно это подтвердить. Можно переопределять называтель действий. Но по факту сигналы все равно останутся подтвердить и ответить. Диалог надо уметь вызывать. Вот здесь вот я диалог пэдж открою. Диалог пэдж. Вот она. Это страница, которая генерирует диалог. Что мы делаем? Мы берем и добавляем в стек страниц страничку диалога. То есть вот я генерирую объект диалога. А здесь я вешаю обработчик на события отцепка. Это событие, которое генерируется, когда диалог будет подтвержден. Этот диалог, этот обработчик у меня просто будет изменять имя страницы. Как устроен сам диалог? Нужно использовать отдельный элемент диалог. По сути, это страница с наворотами. В этой странице можно использовать диалог хедер. Это сверху элемент диалога, который позволяет добавлять кнопки. Подтвердить, отменить. Можно эти кнопки переопределять. В диалог хедер описаны, как их определять. И здесь у меня есть текстовое поле, которое просто позволяет ввести какой-то текст. Давайте запустим, посмотрим, что происходит. Так. Вот есть страничка диалога. По кнопке SetHeader вызывается диалог. Вот здесь есть кнопочки Cancel Uncept. И можно ввести какую-то страницу. Если я всегда что-то введу и нажму Cancel, или проведу слева направо, что то же самое, что нажать Cancel, ничего не произойдет. Если я сюда что-то введу и нажму Accept, или проведу справа налево, что то же самое, что нажать Cancel, будет задано имя страницы. Ну вот как так работает диалог? Значит, у него внутри есть событие On Done. Это событие возникает в любом случае, даже если было Accept или Cancel. Здесь можно посмотреть результат. Вот это вот свойство, которое доступно во время этого события. Если результат — Accept, тогда я вот здесь что-то куплю. Так. Ну и давайте последнее, о чем мы здесь сейчас, в рамках пластер-классе поговорим, это то, как генерировать уведомления. Приложение бывает генерирует уведомления, особенно если у вас приложение Messenger, когда там приходят какие-то новые сообщения, нужно уведомить пользователям. Для того, чтобы генерировать уведомления, нужно подключить вот такой вот модуль Org Nemo Mobile Modifications. Ну, я, наверное, скажу, что такое Nemo Mobile. Смотрите. Sunfish OS, как операционная система, основанная на МЭ, по сути, это МЭР с интерфейсом для компонентов Cine. Вот есть Nemo, тоже такая операционная система, основанная на МЭР, у которой интерфейс устроен по-кругому. Вот Nemo Mobile — это модуль как раз из него. Вот если я вот так вот оставлю уведомление, у меня будет происходить следующее. У меня уведомление будет добавляться в трейд, в тот экран, где все уведомления. Давайте я сразу раскомментирую вот эти строки. Если их раскомментировать, будет появляться всплывашка. То есть будет появляться сверху уведомление о том, что что-то произошло. В данном случае, ну, что здесь надо сделать? Нужно создать объект уведомлений, в него задать все эти параметры, иконку, имя приложения, что показывать во всплывашке, что показывать в ленте уведомлений. Ну и здесь есть события, которые можно обрабатывать. Давайте посмотрим, как будет выглядеть уведомление. То есть здесь есть просто кнопка, которая вот этот вот объект уведомлений берет и при нажатии его публикует. То есть Notification Publish это уведомление отправить, опубликовать. Давайте запустим, посмотрим, что здесь происходит. Ну там, в общем, уведомления, они как-то группируются, бывает, по категориям. То есть если их очень много из одной категории, они могут столкнуться. Они, по-моему, по приложениям обычно будут находиться. То есть категория такого приложения. Так, вот у нас здесь есть А, я его забуду добавить. Вот, последняя страничка, которую надо добавить. Раскомментировали. И запустили слово. Так, вот Notification, есть кнопочка. Так, значит, смотрите, я хочу показать, во-первых, что. Что сейчас трейд уведомлений пустой. Так, нажали на кнопочку. Во-первых, у нас появилась всплывашка. А во-вторых, у нас в трее появилось уведомление. Оно пришло от такого приложения с вот такой иконкой. И на него можно нажать. Вот так генерируется уведомление. Ну, и в принципе, с мастер-классом все. Основные элементы я вам показал. Какие-то элементы, которые вам могут понадобиться, они еще есть в Silica Components Gallery. Это приложение, которое есть в примерах в IDE. А сейчас я просто хочу пробежаться по некоторым вещам, которые могут понадобиться. Во-первых, иконки. Вот здесь перечислены иконки, которые можно использовать для Cover Action. Набор стандартных иконок. Но на иконках я хочу остановиться подробнее, потому что есть еще набор иконок для уведомлений. А сами иконки, они добавляются вот по такой ссылке. А что к этой ссылке приписать, можно посмотреть в документации. Там указатели, если ввести Selfish Icon Reference, там будет набор иконок с именами, как их правильно всегда прописано. Там есть маленькие, средние и большие иконки отдельной категории. Это иконки, которые можно использовать, например, для кнопок. Есть иконки для обложек отдельно. Есть иконки для уведомлений, например. И некоторые рекомендации связаны с тем, как правильно делать интерфейс своего приложения. Во-первых, иконка приложимки. Та иконка, которая будет в сетке приложений. Ну, здесь годлайды такие. Вы берете квадратик и можете отрезать от него любой уголок так, чтобы получился уголок круга. То есть, соответственно, используя знание комбинаторики, выясняем, что таких иконок видов бывает 16 штук. Вот это всевозможные виды иконок, которые, согласно канональному, должны быть. То есть, это круг, который с любого угла может дорасти до квадратика. Градиенты можно использовать либо центральные, либо диагональные для разукраски фона. Кроме того, нужно иметь в виду, что иконки должны быть разных размеров. Но я вам показывал сам вначале папочку Icons. Там были размеры иконок, которые должны у вас быть. Вы, когда иконку будете делать для приложения, нужно для каждого такого размера сделать. Ну, в идеале, если вы рисуете векторную иконку, просто экспортируете в нужных размерах. Вот здесь вот есть шаблончик иконки, по этой ссылке доступен. Я презентацию выложу, там можно будет по ссылке попрыгать. Есть некоторые вещи, связанные с рекомендациями о том, как масштабировать свой интерфейс. Потому что, вообще говоря, устройства, они с разного размера экранами. YOLA 1 это, по-моему, четыре с половиной дюйма. YOLA SE это пять дюймов. Таблетка это еще больше дюймов. Экраны нужно правильно масштабировать. Можно использовать вот такой вот элемент. StreamPixelRatio это элемент, который размер пикселя для вашего экрана хранит. Если вы для какого-то экрана сделали интерфейс, используйте там вот такой вот коэффициент, и тогда на другом экране он правильно промыштабируется. Кроме того, можно использовать понятие SizeCategory, элемента Screen, который тоже в сельке находится. Можно определять размер экрана. Большой, то есть большая половина Large это большой, есть Medium и Small. Меньше равно Small это маленький. В зависимости от размера экрана можно изменить размер элементов. Кроме того, можно изменять компонент. То есть, если у вас большой экран, вы подключили один Gmail файл. Если у вас небольшой экран, подключили другой Gmail файл, элементы по разному будут располагаться. И несколько вещей, связанных с тем, как делать правильно и неправильно. Обложки. Обложки должны быть с одной стороны информативные, с другой стороны не должны быть перегружены информацией. Плохие примеры. Не информативная или перегружена обложка. Хороший пример. Статичные элементы. Элементы, с которыми пользователь не может быть взаимодействован, должны иметь цвет Theme Highlight Color. Они должны быть не вот такого цвета, а вот такого цвета. Выбранные пункты меню. Это то, что мы с вами делали, как раз когда программировали список. Если пункт не выбран, текст должен быть цвета Theme Highlight Color. Отступ сбоку. Это то, что мы с вами делали. То есть, чтобы текст не был впритык к краю страницы, нужно делать отступ с помощью Theme Highlight Color. Можно такой же. То есть, как с правой стороны. Если вы указываете ширину элемента, нужно просто из ширины вычесть два вот этого вот парджета. Вот слева, справа вычесть, а центровать посредине, например. Тогда будут правильные отступы. Что? Это внутри можно делать, но зависит от того, какая структура элемента. То есть, если прямоугольник вписывается, тогда снаружи прямоугольник. Так. Есть некоторые рекомендации, связанные с размером элементов, которые используют для нажатия. Вот рекомендуется использовать для них, по крайней мере, Size Medium. Про вытягиваемый меню. В вытягиваемый меню нельзя добавлять больше четырех элементов. Это связано с двумя вещами. Во-первых, у вас вход пальца, но в большинстве случаев не получится вытащить больше четырех элементов. Во-вторых, если у вас телефончик повернут в альбомный режим, там просто менюшка из большого количества элементов не влезет. Если у вас плей-меню сейчас по какой-то причине недоступна, тогда не нужно показывать подсветку. Индикатор прокрутки, не забывайте его вставлять. То есть, Vertical Scroll Decorator, Horizontal Scroll Decorator. В зависимости от того, куда у вас делается прокрутка. Жест вместо кнопок, это вещь связана с диалогами в основном. То есть, вот так, как вы делаете обычно на Android или iOS, так делать здесь не надо. Здесь надо делать вот так, чтобы использовались жесты. Ну, в крайнем случае, чтобы кликнуть можно было на header. Placeholder для текстов. Ну, их надо использовать. То есть, используйте свойства Placeholder и Label, когда используете поля для ввода текста. Какие-то стандартные значения туда надо показать. Перегружайте кнопочку Enter. То есть, если у вас есть какая-то формочка, которую надо заполнять, сделайте так, чтобы пользователь по ней интуитивно передвигался. Заполнил одно поле, нажал Enter, перешел на полный поле. Это то, что я вам тоже показывал. Просто нужно фокус передвигать на следующее поле. Немножко дополнительная информация о том, где найти документацию. Это общая документация по QML. Она здесь практически вся применима. Отдельная документация по Siri. Здесь набор элементов, которые в Siri есть. Здесь руководство по иконкам Siri. Здесь есть мои данные. Со вчера я добавил свою колпочку. Ну, я думаю, что все, кто хотел, уже нашел. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо.